Чувашский национальный музей перешел на формат видеоэкскурсий, а нашу съемочную группу пропустили в хранилище фондов. В обычное время это не приветствуется. Все приходящее, а искусство вечно. Известная фраза из популярного советского фильма сейчас особенно актуальна. Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, работа в музее не прекращается. Самое время узнать, какой сложный путь проходят предметы, прежде чем попасть в экспозицию. Чувашский национальный музей приоткрыл для нас завесу тайны. Наконец, святая святых любого музея – это специализированные хранилища. Спецхран – помещение для экспонатов из драгоценных металлов. Они требуют строгого учета, особого ухода и условий хранения. Это предмет этнографии на шейное украшение женщины. Предмет 17 века, полностью, смотрите, из серебряных монет. Кроме предметов этнографии хранятся предметы быта и нумизматики. Уникальный предмет – ковш императрицы Елизаветы. Его дарили тем, кто заслужил. Это были служилые люди, это были дворяне, купцы. Скажите, пожалуйста, а история этого ковша, она известна? Как он к вам попал? На самом деле информации очень мало. Это 30-е годы. Передают из города Ядрино, без авторства, вместе с Екатеринским ковшом, который у нас в экспозиции. А Екатеринский ковш был вручен Ядринским купцам за то, что они посодействовали усмирению Погачевского мятежа. В музее собрана богатая коллекция огнестрельного и холодного оружия разных времен. Разумеется, такие экспонаты лишены боеспособности, но от этого не потеряли своей ценности. Вообще оно абсолютно разное. Есть кустарное, есть специальное фабричное заводское оружие. Видите, есть моменты, где самодельное оружие. Такие вот экземпляры, да. Это уже более профессионально. Опять же, примерно период какое время временной? Очень. Ну, преимущественно 19 век. Вот это самое первое поступление, на самом деле. Можно я навес попробую? Вот, смотрите, такую недюжую силу нужно иметь, чтобы вот таким вот оружием, таким, такой саблей, да, то есть, смотрите, на самом деле, да, она очень достаточно тяжелая, но больше килограмма, может быть, ну, точно, наверное. Это нужно размахнуть. Какую силу, да, нужно иметь для замаха. Интересный проект подготовил музей для юных жителей республики. По музею смузей. Трехцветная кошечка Музя, которая живет в музее, сопровождает ребят в онлайн-экскурсиях и предлагает им увлекательные викторины и конкурсы. С музей можно подружиться в социальной сети ВКонтакте. Богдана Дойникова, Валерий Резюков, Юрий Марков, Республика. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова